В этом деле ни от человека, ни от техники практически ничего не зависит. Здесь хозяин положения – ветер. В этом-то вся и прелесть кайтсёрфинга, уверен архангелогородец Андрей Золотарёв. Уже в третий раз из Мизени он отправляется в экспедицию на полуостров Канин. Экстремально путешествовать успевает в перерывах между вахтами. «Сами не знаем, что нас ждёт каждый год. Совершенно разные условия. Плюсовая температура в этом году. Минусы хорошие стоят. Будем надеяться, что не замёрзнем. Всё снаряжение есть, испытано». Испытано не только снаряжение, но и команда. Три кайтсёрфера. Они уже не раз бывали в подобных экспедициях. Да и соревнований за плечами немало. Например, в этом году архангельская команда «Руссо-туриста» стала бронзовым призёром чемпионата по кайтингу «Транс-Онега» в Петрозаводске. Там-то архангелогородцы и встретили Томаса Соренсена из Норвегии и пригласили принять участие в экспедиции. «Я думаю, скайтинг – прекрасный способ пообщаться с природой, увидеть её красотой, при этом не используя машину или, например, снегоход». Про себя члены команды говорят без прикрас. Запрягаем долго. Впереди неблизкий путь – около тысячи километров. Такое расстояние кайтсёрферы преодолеют за две недели. «Снаряжение у нас обычно всего уже готово. Мы сейчас ездили в Петрозаводск на марафон, там потренировались, обкатали всё. Вообще собраться сюда у меня заняло полдня. Брать вещи, допаковать и уехать, ну и купить продукты. Так что мы обычно всегда готовы куда-то уехать». В Мизень команда вернётся уже в конце марта. Тогда кайтсёрферы и расскажут, кто на этот раз выиграл гонку – они или ветер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok